Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Это программа «Утро на Болткоме». Меня зовут Андрей Лешкевич. Сегодня, вопреки традициям, утро проведу я один, точнее, первую часть этого утра и разговор с нашим гостем. В гостях у нас сегодня лингвист, заведующий отделением русистической словистики, факультета гуманитарных наук Латвийского университета, доктор филологических наук Игорь Сергеевич Кошкин. Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Да, и сразу в двух словах скажу, что во второй части у нас будет латвийская певица и патронесса рижского бала Наталья Тумшевица, с ней уже будет общаться мой коллега Абикелкин. Ну а мы, да, пообщаемся сейчас, нам, кстати, можно позвонить 672-12-93-9 или написать через WhatsApp 230-6191. Да, вот я хотел начать, собственно, с темы коронавируса, и, конечно, если бы в марте кто-то мне сказал, что коронавирус каким-то образом влияет и повлияет на русский язык, я бы, конечно, ну, может быть, и поверил, но так серьезно к этому не отнесся. А сейчас на протяжении последних нескольких месяцев, ну, по крайней мере, вот наше журналистское сообщество использовало определенные слова, которые мы раньше не использовали практически вообще, по сути, каждый день, и если не чаще. Вот насколько ваши наблюдения свидетельствуют о том, что действительно уже, не знаю, на каком-то бытовом уровне, это, конечно, не совсем научная такая категория, но в какой-то повседневной жизни уже действительно употребимы вот слова, связанные конкретно с этим вот, с этой пандемией. И, кстати, слово пандемия относится вот тоже к этому. Ну, слово пандемия просто является таким термином, а термины врываются в нашу жизнь по мере необходимости. Как правило, это часть специального словаря, специальной лексики, которой пользуются профессионалы, и просто то, что у нас стало частотностью потребления этого слова больше, и не только в кругу специалистов, но и среди носителей языка, это просто свидетельствует о том, что вот в жизни, в реальной, именно мы столкнулись с самой пандемией, потому что слова, их употребление просто отражают жизнь, в языке отражается жизнь, и частотность слов, частотность их употребления просто идет вслед за событиями жизни. Что касается влияния вот этих событий, которые мы можем организовать общим словом пандемии на русский язык, то здесь, ну, у меня может быть только два кратких комментария. Во-первых, прежде всего, здесь, конечно, нужно смотреть, что говорят российские лингвисты, российские специалисты, потому что мы, конечно, с вами являемся носителями русского языка, его употребляем, но основная территория русского языка, там, где развивается он, где оценивается он, это, конечно, территория России. И, насколько мне известно, уже есть определенные выступления публицистического характера, но насчет научных малоизвестно, потому что границы закрыты, и сегодня научная коммуникация затруднена, я имею в виду, посещение конференций, но какие-то наблюдения есть. Но в целом ожидать большие такие результаты наблюдений, то есть прямо перечень каких-то слов, не приходится, потому что так не бывает. Например, вот если говорить, сравнивать, то, например, в 1917 году произошла известная революция в России, а только через 10 лет появилась очень интересная книга профессора Селищева «Язык революционной эпохи». И понадобилось 10 лет наблюдений, чтобы действительно сгруппировать явления, дать им название, привести примеры, как это сделано в этой упомянутой мною книге. Здесь можно лишь несколько каких-то слов, несколько наблюдений, но насколько они носят закономерный характер. Но из наблюдений просто я хочу сказать, что, как и в других случаях, иногда просто возникают новые смыслы. Новые смыслы, подкрепленные именно ситуацией употребления. Те смыслы, которые не были связаны с этим словом, то есть как бы не присутствуют в нормативном языке. Например, вот слово «удаленный», да, и в разных вариациях. Удаленка или удаленный режим. Но, опять же, если мы говорим о русском языке Латвии, то в данном случае здесь бы нашим лингвистам лучше наблюдать за тем, как именно появляются вот эти смыслы с точки зрения смешения кодов, то есть перевод латышских слов на русский язык и так далее. И в данном случае у нас латышская фраза «отталината» режима, то есть в удаленном режиме. И здесь я сейчас не говорю о появлении новых смыслов у латышского слова, это делают латышские филологи, но мы понимаем, что у нас есть общий языковая семантика слова «удаленный», то есть «быть далеко», и вот она обрастает новыми смыслами, и вот уже возникает удаленка, и то, что все это изменчиво, и все это связано с тем, что нужно знать, быть в гуще событий, показывает сравнение с теми словами, про которые сегодня уж точно представители молодого поколения не могут сказать, потому что они не могут узнать или декодировать вот эти смыслы. Например, «продленка». Такое слово было и в 70-е, и в 80-е годы, которое по своей модели очень похоже на слово «удаленка». Продленное обучение вы имеете в виду? Вот, это непродленное обучение. Значит, я тоже не знаю, видимо. Ну, может быть, так оно воспринимается вами. То есть, с точки зрения модели, мы, носители русского языка, понимаем, что это некое образование от прилагательного, удаленный, продленный, но конкретное значение и смысл только в результате ситуации. Продленкой называли просто, ну, скажем, пребывание детей, в основном младших классов, в школе, но не во время уроков. То есть… После, непосредственно. Да, после или до. Ну, например, в мое время, скажем, если младшие классы учились во второй половине дня, да, или, как говорили, во вторую смену, видите, опять разные слова употребления, их нужно знать смысл, если ты знаешь жизненную ситуацию, то, значит, дети приходили, школьники приходили утром, и вот это вот пребывание в школе и называлось продленкой. Кто сейчас может об этом вспомнить? Потому что самого явления нет. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к пандемии и всему с ней связанной, всей этой коронакризису, всему этому. Вот вы в самом начале сказали, что, ну, понятно, это связано с тем, что мы наблюдаем это явление, и просто из любопытства мне интересно, какой случай из недавней истории, ну, вы упомянули революцию 1917 года, это, конечно, очень давняя история уже теперь по нынешним темпам времени, тем более вспоминается ли что-то из более недавнего, вот подобная ситуация, когда мы переживаем нечто и при этом наблюдаем возникновение в употреблении новых слов. И второй сразу вопрос – это как надолго это может в таком случае задержаться, потому что я, может быть, сейчас там буду неправ, не до конца, но если говорить о революции 1917 года и все, что после этого происходило, ведь именно этот период, например, подарил нам так называемые аббревиатуры, или, по крайней мере, какую-то серьезную популяризацию, которую мы до сих пор используем, и во многом не осознавая, что это, ну, оттуда корнями во многом, вот на эти два вопроса, как вы можете ответить? Ну, я начну со второго, а первый, если забуду, вы меня напомните, да? Что касается аббревиатур, то согласно действительно вот этим исследованиям, Эсилищевой, тем, кто исследовал язык советской эпохи, это действительно было таким инновационным явлением с точки зрения частотности их, многие аббревиатуры тех лет, отраженные в публицистике, нам вообще неизвестны, даже тем, кто, ну, скажем, еще употреблял язык так называемой советской эпохи, там, какой-нибудь губчака и так далее. Но и сейчас, например, всем известное в 70-80-е слово исполком, которое, или другие какие-то виды сокращенных слов, они, конечно, тоже неизвестны. Но, повторяю, да, как бы аббревиация, она действительно связывается с особенностями языка советской эпохи. Что касается, значит, еще других каких-то явлений, опять же, здесь, во-первых, нужны такие постоянные наблюдения, но здесь есть общий тезис, что вот мы говорим о внешнем факторе влияния на развитие лексики, на развитие значения, и внешним фактором являются, безусловно, разные социальные события, причем социальные события, которые носят характер потрясений, да. Если это мирный эволюционный процесс, то, конечно, и мы продолжаем употреблять слова в тех же значениях, и, в общем-то, новых слов не появляется. Но если это очень серьезные преобразования, вот какими были революции или другие события, то вот здесь можно отыскать, конечно, в нашей истории, я бы здесь привел, ну, скажем, все, что касается Европы, образования Европейского Союза и той части, значит, носителей русского языка, которые оказались, да не только и те, кто находятся в метрополии тоже. Это употребление, вы знаете, слов с первым компонентом евро, да. Если мы посмотрим разные слова и русского языка 70-х, 80-х годов, когда была Европа, но не то, что не было Европейского Союза в современном виде, но, скажем... Ну, восточная Европа в нем не состояла. Да, нет, как сейчас говорят, не было на повестке дня вот именно вот это, так сказать, актуальный, актуальный такой, актуальных событий, связанных с действиями, с политикой Европейского Союза и так далее. Поэтому, а дальше, вы знаете, у нас и русский язык оказался гибким. Вот это евро, это и евродепутат, и еврочиновник, и евроремонт, и еврофонд, и вообще это как бы незакрытый ряд, да. Но, опять же, что мешало, например, в 70-е, 80-е годы тоже по отношению к любым явлениям из европейских стран, явлений материальной, духовной культуры, тоже прибавлять вот этот первый компонент евро. Как, например, мы прибавляем теле, да, телефон и так далее. Почему тогда нигде никто не употреблял понятие, там, евроремонт или евро еще что-то там, не знаю. Ну, всевозможные другие евро, да. Да, всевозможные. Так что вот то же самое, я думаю, вот, например, слово самоизоляция или изоляция, да, которая имеет свое основное значение, это процесс изолирования, да, чего-либо, да. И он уже связан был с медициной, потому что, как бы, любые инфекционные заболевания связаны с обязательной изоляцией. Но вот мы знаем, что именно в последние месяцы, когда развернулась упомянутая вами пандемия, именно стало актуальным употребление слова самоизоляция, вот именно в том смысле, как изолирование себя. Кстати, вы про инфектологов сказали, у нас такой точечный вопрос, это можно назвать такой личной болью журналистов, особенно русскоязычных. Он, с одной стороны, такой немножко сугубо такой отраслевой, да, медицинский, но, может быть, с точки зрения русского языка можно как-то ответить на этот вопрос. Внезапно мы, ну, из-за частого употребления и из-за того, что мы часто имеем дело с вот этими терминами, мы обратили внимание, что возникло два понятия – инфектолог и инфекционист. И мы до конца вот продолжаем проводить это расследование, не можем выяснить, в чём, собственно, отличие здесь. И я ещё раз говорю, что с точки зрения медицины понятно, что здесь мы с вами сейчас не ответим, но вы можете как-то вот с точки зрения языка понять, почему возникла эта разница? Нет, с точки зрения, ну, скажем, языка можно понять. Слова живут своей жизнью и могут возникать так называемые параллельные с точки зрения значения слов, вплоть до абсолютного совпадения значений. Часто называют абсолютные синонимы, там, например, языкознание, лингвистика, ничем не отличается. Это общий процесс. Но, опять же, чтобы сказать про инфекционист и инфектолог, на мой взгляд, с точки зрения общего употребления языка здесь действительно никакой разницы нет, но я не говорю о специальном значении, потому что, конечно, только специалист может здесь указать на то, что имеется в виду. То это просто два слова, два в своей основе термина, которые просто стали параллельными в своем употреблении. Еще немного про пандемию. Вы ссылались на российских коллег, и вот, собственно, московский ваш коллега Максим Крангаус, известный лингвист. Он, ну, я не думаю, что речь идет пока не о каком-то научном исследовании, но, по крайней мере, вот он в разговоре с журналистами каким-то образом тоже описал этот процесс, и он разделил вот это влияние языковой пандемии коронавируса на, по крайней мере, три таких плоскости. Это медицинское слово «карантин», мы уже с вами обсуждали, что оно приобретает новое значение и становится более употребляемым и популярным. Некий бытовой, бытовая плоскость со словами «корона» и «удаленка», ну, «корона» теперь тоже очень многозначительной стала, и даже какой-то игровой, игровая какая-то плоскость, такие слова, как «корониалы», да, ну, понятно, как вот мы используем «миллениалы», например, уже, в принципе, вошло это слово, можно использовать «корониал». Но есть еще всякие более сложные и связанные с английским языком образования, типа, даже «ковидиот» было такое слово «ковидиворс», от слова «диворс» развод, и так говорят про людей, которые, оказавшись в той самой самоизоляции, там, не сумели психологически это пережить и, там, приняли решение расстаться или развестись, и все, и в том, когда это все происходит в контексте коронавируса, это вот возникло слово «ковидиворс». Что вы думаете о такой вот классификации, ну, не строгой, но вот тем не менее? Ну, нет, здесь это, конечно, все правильные наблюдения, тем более, Максим Кронгаус, эти наблюдения, это не просто наблюдения над русским языком в связи с коронавирусом, но его исследования, это в целом о русском языке последних десятилетий, очень интересные, насыщенные, поэтому эти закономерности, конечно, имеют под собой фундамент, и, думаю, затем обретут какой-то и характер такой научной, описание научных закономерностей. Но, опять же, мы здесь, здесь, на территории Латвии, где мы употребляем русский язык, для нас будет интересно именно определенные вот сравнения, и если говорить вот об этих группах, то, конечно, тоже в данном случае в бытовой речи могут использоваться все эти слова, но, опять же, вот, ковид и корона, да? Если посмотреть на передачи российских каналов, на их публицистику, то в основном у них, конечно, используется элемент корона, да, а здесь я заметил, что у нас, допустим, ковид-вирус и коронавирус, причем слово корона, не слово корона, а компонент корона, он вот выступает так же, как и компонент евро, он образует некий незакрытый ряд, да? Да, и вот вы говорили о том, что это же было в англоязычной сфере со словом ковид, то есть здесь вот евро, брак, корона, там что-то, я не знаю, корона ситуация, да, и так далее. Ну, коронакризис сейчас особенно актуально, то есть часто встречается. Ну, можно сказать, еврокризис, коронакризис, таким образом здесь это все действительно и соответствует действительности. По поводу употребления в СМИ, в публицистике тоже вы сказали, я так понимаю, что Институт русского языка имени Пушкина, он каждый год объявляет некие слова года, насколько я понимаю, систему, она отталкивается именно от частоты употребления в публичном пространстве. И, например, в 2019 году словами года этим институтом были признаны пожар и протест. Пожар, как следует, наверное, понимать, это стало следствием пожаров, во-первых, в Сибири, во-вторых, пожара в соборе Парижской Богоматери в Париже, невероятно такого зрелищного, ну, и драматического. Также, например, отмечаются такие слова, которые, даже не слова, а конструкции, которые стали тоже следствием вот какого-то политического контекста в России, например, слово «обнуление» недавное, да, связанное с поправками Конституции, вот с Владимиром Путиным, или суверенный интернет. Вот вопрос, тут, конечно, много вопросов сразу возникает, но насколько, вот, например, вам, как лингвисту, человеку, работающему с этим, необходимо следить за повесткой, вот, получается, наполовину работать, как и мы, журналисты, ну, может быть, не напрямую, но, тем не менее, постоянно следить за тем, что происходит именно в публичной и, в том числе, политической повестке. Потому что такие слова, как «обнуление», человеку, который находится, что называется, в танке, он просто не поймет, о чем речь. Так, здесь, ну, насколько? Очень сложно и очень вариативно. Во-первых, лингвисты, это бывают разные. Есть те, которые описывают современный язык, а есть те, которые описывают другие сферы теории языка. Безусловно. Ну, вот, например, я больше занимаюсь этимологией и историей, да, русско-латышских языковых связей. Поэтому могу что-то и не наблюдать специально. Во-вторых, здесь, опять же, обнуление – это как бы термин, который… не термин, а слово, которое характеризует современную языковую ситуацию в России, современное употребление или узус, как говорят. А как мы его узнаем? Мы же все-таки, хоть и для нас русский язык является и родным, и носители, но мы живем в другом, в другой стране и просто смотрим на это употребление через каналы, через публицистику. Поэтому здесь для нас, я в том числе включаю и лингвистов, нет здесь таких прямых наблюдений. То есть, например, то, что актуально для российского общества может быть совершенно неактуально для нас. А раз это для нас неактуально, то, соответственно, мы можем не обращать внимания на эти слова. Вот, например, если мы говорим об этом слове «обнуление», то для меня оно не вызывает никаких вот таких эмоций, которые бы привели к частотности его употребления, к внутренней рефлексии над смыслом этого слова. И сразу же была бы активизирована вот эта связь – события в жизни, понятия и слова. Поэтому я иногда прохожу мимо таких слов только потому, что это, ну скажем, другое общество. Для нас, конечно, актуальны вот некоторые явления в русском языке Латвии и, опять же, с точки зрения тех событий, которые здесь происходят. Но поскольку основным языком здесь является латышский язык и, конечно, события свои, то здесь бы понаблюдать над отражением вот этих названий, слов с точки зрения употребления русского языка здесь. У меня вот два случая в этом смысле. Один мне только что пришел в голову, я просто вспомнил из таких вот словосочетаний, с которыми мы постоянно имеем дело, говоря о пандемии и о выходе, вот преодолении этого кризиса. Наши политики, премьер-министр в том числе, стали использовать такое словосочетание, как новая нормальность. Что мы все движемся к новой нормальности. Это, конечно, немножко режет слух, но в то же время это все чаще вот можно услышать и уже от носителей русского языка. Вот не знаю, что вы об этом можете сказать. А о допустимости с точки зрения нормы языка сочетания? Ну, да, например. Допустимо, потому что язык вообще является живым организмом, он развивается. Обычно мы это наблюдаем прежде всего по языку литературы, поэзии, где производятся разные языковые эксперименты, иногда слово сверкает такой стороной, которой оно не сверкает. Здесь я, так сказать, тоже не вижу никаких противоречий с тем, чтобы употреблять именно сочетание новая нормальность. Потому что нормальный – это просто соответствующий норме. А соответствующий норме – это не значит все время постоянный. То есть вот слово «новый» может действительно восприниматься как противоположное по значению слова «постоянный». Но здесь просто новый оттенок, новый смысловый оттенок. Да, профессор Латвийского университета, лингвист Игорь Сергеевич Кошкин у нас сегодня в гостях. Нам можно позвонить в 672-12-93-9 или написать в WhatsApp 230-6191. Пожалуйста, не стесняйтесь. Вот еще одни события, которые тоже натолкнули меня на различные мысли и вопросы. Это то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Расовые волнения и беспорядки всевозможные, да? И возник вопрос, вот, ну, вся вот эта история, как мне кажется, она еще тесно ограничится политкорректностью. И, опять же, как представляется, весь этот процесс политкорректности, он довольно серьезно влияет на язык, на использование конкретных слов. А сейчас на фоне расовых беспорядков снова актуализировалось, причем это все доводится, как обычно в интернете это происходит, доводится до абсурда и каким-то образом превращается в некий юмор. Но вот использование слова, например, все, что связано с черным, да, вот слово негр, которое, тут тоже возникают вопросы, оно, например, еще какое-то время назад, то есть я его сейчас употребляю, потому что вроде как оно еще не является все-таки совсем таким неприличным и недопустимым, но в то же время оно уже вроде как и не совсем этичное. Все-таки более, скажем так, более нормально, наверное, использовать другие термины темнокожей, чернокожей и так далее. Вот насколько это так или не так, и насколько такие события, можно говорить, что революция, они очень серьезно как-то влияют, насколько это может еще каким-то образом усугубить или усложнить или изменить в принципе вот всю эту историю. Вы имеете в виду сделать запретному потребление? Да, некоторые слова, некоторые слова сдвинуть в сторону нежелательных, скажем так, и вот как это в принципе происходит, насколько действительно на это влияют вот такие события, как мы сейчас переживаем? Я бы сказал, что очень влияют, потому что опять же язык очень связан с жизнью, он отражает, в том числе и отражает политические интересы, конъюнктуру и, что называется, оценку тех или иных явлений. В лингвистике даже используется такое слово, как прагматика, с этим связана именно, ну скажем, связь употребления слова с прагматической ситуацией, то есть с той конкретной ситуации по принципу здесь и сейчас, которая у нас есть. Поэтому в данном случае возьмите даже вот просто термины советской эпохи, там коммунист или вот использование слова фашизм, оно же имеет очень разные такие коннотации, именно коннотации, связанные с употреблением, со значения в зависимости от политической конъюнктуры, от отношения к этому явлению. И я хотел бы напомнить, что, например, в 30-е годы в русскоязычных газетах сегодня в некоторых номерах слово фашизм вообще было нейтральным, то есть не коннотация, как говорят лингвисты, то есть оценка не была очень сниженной. То есть просто идеологическая принадлежность к этому. Потому что этим просто обозначалась соответствующая политическая сила одного из государств Европы. Еще не знали будущее, вот связанное с этим явлением, каким страшным последствием оно приведет. И вот дальнейшие события, конечно, да, которые привели к войне, кровавым событиям, горю, они, конечно, наложили отпечаток и на употребление этого слова. Поэтому его употребление, например, в газетах в 23-м году, когда речь идет о какой-то фашистской партии Италии в нейтральном смысле, и его употребление сегодня или тем более в 50-е годы, значит, я имею в виду сейчас пространство русского языка, будет, конечно, резко отличаться, и резко отличаться будет восприятие. Поэтому и в данном случае, да, вот произошли события, связанные с то, что, вот как вы сказали, с борьбой против расизма или всплеск этой борьбы. Соответственно, актуализируются, становятся востребованными соответствующие слова. Поскольку существуют разные интересы, разные лагеря, разные партии, то и будет разное отношение к этим словам. Потому что… Ну, а каким образом… Простите, что перебиваю. Каким образом это все-таки сможет закрепить какую-то норму? То есть это тоже какой-то вот всплеск? И в языковом смысле это тоже будет какой-то всплеск? Или это все-таки закрепляет, ну, вот как со словами там темнокожие и так далее, и с другими словами, которые со временем каким-то образом все-таки уходят в сторону нежелательных, да, каких-то вот таких. Закрепляет ли это норму? Ну, это… в принципе, здесь очень тонкая ткань. Это тонкая граница между тем, что вы называете нормой. Она всегда отражена в словарях, например, в таких, то, что мы называем кодифицированная норма. И, как правило, конечно, чтобы проверить, нам надо посмотреть, какая помета находится рядом с этим словом в словаре. Не думаю, что в современных толковых словарях русского языка рядом со словом негр будет помета сниженная, будет помета какая-нибудь характеризующая, ну, такое сниженное употребление. Есть такое понятие, потому что мы различаем норму литературного языка, и мы различаем разговорную речь, употребление и так далее, где возможны вот разные всякие слова со стилистическими пометами. Я бы сказал, что пока вот эта вот нежелательность употребления слова, например, значит, чернокожее население, да, или негр, оно именно просто связано с тем, что это очень тонкие события, очень неоднозначно оцениваемые, и здесь дело не в языке, а дело в том, что человек, употребляющий эти слова, получит за употребление их. А с точки зрения самого языка мы смотрим в словаре. Там нету рядом со словами с прилагательным чернокожей или со словом негр помет, значит, что это сниженное употребление, вульгарное употребление и так далее. Но целый ряд слов, если мы посмотрим в разную справочную литературу русского языка, имеет пометы вульгарное, да, вульгаризм. А еще здесь я хотел сказать, что употребление слов, как показывает история языков, часто, ну, связано с таким явлением, как эвфемизм. То есть, когда, то есть, вот эта политкорректность, она свойственна языку. Когда не хотят называть явление своим словом известным, да, то или по каким-то, или по понятиям культуры, или по понятиям конкретной аудитории, что в данной аудитории данный человек не может назвать своим словом, назвать то или иное явление. То используются описательные выражения, описательные слова, которые мы называем эвфемизмами. Например, беременные и там женщина в положении, женщина в интересном положении, да. Второй вариант – это чисто описательное, это эвфемизм, да. Видите, для кого-то даже назвать беременной, да, было для определенной аудитории не очень уместно. Все это, все это дело лингвистического вкуса, все это зависит от эпохи, от настроений. И сейчас просто мы видим, что так же, как и со словом, с явлением харассмент и вот с этим, да. Да, опять же, да, до того нейтральные слова, которые остаются нейтральными по словарю, нигде не написано, что их нельзя употреблять, тем не менее, начинают испытывать вот в зависимости от ситуации. Еще о тенденциях, говоря, не знаю, насколько изучено или стало предметом размышлений конкретно вас, вот тема, которая, кажется, нет равнодушных, которая поссорила весь мир, это феминитивы, да, употребление вот слов, которые традиционно используются в мужском роде. Вот здесь, конечно, очень много вопросов. Во-первых, почему феминитивами, то есть таким вот флагом феминитива стал именно суффикс «ка», да, ну вот авторка, это классика жанра. И здесь мы тоже, получается, наблюдаем такой не совсем естественный процесс, а, ну если не навязывание, некоторые даже говорят, что это такой лингвистический террор осуществляется, но это очень такой вот попытка действительно заставить людей использовать, это очень эмоциональный подход к этому вопросу. Как вы, что вы об этом думаете? Ну я сначала начну с речного вопроса, вот вы сказали слово «авторка». Это вы просто пример какой-то привели, или вы действительно его где-то слышали? Я его слышал, я знаю, что это слово используется. По отношению к чему? Кого? Кого? Это женщина, автор чего? А чего угодно, какого-либо текста, допустим, художественного автора, да. Ну я, по крайней мере, в контексте художественного текста слышал однажды точно. Для того, чтобы оценить, вы это именно здесь у нас в Латвии, да, слышали? Да, да, да. Ну вот, видите, здесь вообще-то… Можно я чуть-чуть еще уточню? Это, как правило, присуще, во-первых, молодым людям, и это мои наблюдения, и людям, которые все-таки, ну как бы сказать, не исповедуют, но являются сторонниками определенных взглядов общественно-социальных, например. Да. Ну вот так. А эти люди, они хорошо владеют латышским языком, например, вот, которые употребляют авторы? Я думаю, что… Ну мне сложно сказать, вот там, да, провести какой-то круг, но вполне. Потому что здесь, если мы говорим о активизации употребления феминитивов, то есть слов, обозначающих лиц женского пола соответствующими формальными показателями, вот как в слове, например, возьмем, значит, тракторист-трактористка, или, например, ну все то же самое, коммунист-коммунистка, да, значит, где мы знаем, что есть параллельное образование, обозначающее лицо женского пола и суффиксом «ка». Вот активизация таких феминитивов, то есть употребление их по отношению к там, где сама норма языка не дает таких слов, она может объясняться двояко, если мы говорим вот как раз о ситуации здесь в Латвии. И начну как раз со второго фактора, не очень актуального или скорее неактуального для, например, русского языка России. Это просто результат контактов русского и латышского языка, смешения кодов, интерференции, чего угодно, но когда человек употребляет активно латышский язык, например, здесь, или он тоже для него является известным, то здесь происходит наложение норм двух языков. Да, ну простите, просто чуть-чуть тоже небольшая поправка, все-таки этот процесс, как видно из медиа, из СМИ, он исходит все-таки из России, это российская история, российская тенденция. Я сейчас объясню, просто я закончу с тем, потому что ряд языков как раз очень четко проводит границу в отношении практически всех слов, если это название для лица мужского пола и, соответственно, существует обязательно параллельная лексическая единица, параллельное слово, вот, например, как в латышской арст, арст, лектор с лектор, профессор с профессор, в то время как в норме русского языка, вот сейчас я не говорю о процессах актуальных, значит, нет профессорка, а есть профессор, да? Нет лекторка, а есть лектор, нет доцентка, а есть доцент в норме, да? Поэтому, если мы говорим о здешней ситуации, то вполне возможно такое, но поскольку действительно активизация таких новых, я бы сказал, феминитивов характеризует, например, русский язык России, то здесь это, опять же, вторжение в норму УЗУСа, да? То есть общего употребления, когда у нас в УЗУСе все равно они были, например, в норме врач Иванов, врач Иванова, то есть существует слово врач, но в УЗУСе, значит, все равно по отношению к женщине, если это просторечное такое употребление, употреблялись врачиха, да? То есть врачиха – это, значит, феминитив, но не попавший в норму. И при этом он приобретает некий уничижительный смысл, мне кажется. Уничижительный, потому что, ну, здесь потому, что он не в норме, да, языка. Ну, да. Но почему он вообще востребован? Потому что я думаю, что вот здесь все-таки недостаточно как бы информации дает сам язык. Ну, если нет рядом фамилии, то, значит, и даже нет рядом слова, например, врач пришел, врач пришла. Здесь у нас сама форма глагола говорит о том, кто это, мужчина или женщина. Но само существительное, само слово «врач» несет полной информации. Человек, конечно, хочет, чтобы, ну, скажем, языковой факт, языковое явление максимально несло нужную информацию. Да, у нас… Ну, вот здесь я хотел бы как раз сказать, что многие в этом видят изменение позиции женщин. Эмансипация, вот тоже явление эмансипации, то есть, когда женщины начинают занимать позиции в обществе, быть очень важными, что вот как бы язык реагирует. Если раньше можно проигнорировать факт того, что слово ничего не сообщает о том, женщина или мужчина, то как бы сегодня это нельзя. Ну, это действительно свойственно, эмансипация может быть сильное слово, но это стоит рядом с движением феминизма и новой волной, которую мы переживаем. Ну, просто это видно, потому что сторонниками вот именно такого слова «употребление» являются сторонники феминизма, как правило. Ну, да, но смотрите, если, например, мы возьмем, я не социолог, но мне кажется, я какие-то цифры видел, что, например, если мы возьмем состав профессоров Латвии, то если здесь большинство женщин будет, да, допустим, а только треть мужчин, я сейчас говорю о русском языке, да, в латышском тут все нормально, есть профессор и профессор, да, то смотрите, если реально профессоров женщин больше, чем профессор мужчин, а слово существует как нормативное только мужского рода, разве в этом есть справедливость, да, то есть, кого больше, тот как бы, кто платит, тот музыку заказывает, да, поэтому я думаю, что язык просто реагирует на некие социальные изменения. Да, это справедливо. Да, у нас вот так вот мало времени остается, мне, конечно, хочется поговорить, уже много раз вы комментировали, это интересная, безусловно, тема взаимного влияния русского и латышского языка. У меня вот такой, ну, немножко личный, точечный вопрос. Мне довелось буквально два года назад побывать в Соединенных Штатах Америки и как раз вот проводить такое журналистское там исследование, которое касается жизни диаспоры, в том числе латышской, за океаном, да, и я обнаружил такую интересную вещь, что общаясь с людьми, которые оказались в Соединенных Штатах там вследствие эмиграции, одной из волн эмиграции, ну, послевоенной, например, после Второй мировой, они разговаривают на немного, даже, может быть, и не немного другом латышском языке, они разговаривают как будто бы на языке, назовем его язык Первой Республики, да, вот до военных, до событий тех лет, вот, и получается, что у них образовался такой, как бы, у людей, и причем у их, скажем так, там, детей и внуков тоже, потому что они изучают латышский язык внутри там, получается такой некий резервуар более, в каком-то смысле, более чистого латышского языка, нежели здесь непосредственно в Латвии. Ну, это как-то показалось мне очень интересным. То есть, да, у них есть некий там на уровне акцента, может быть, американский, английский прослеживается, но, тем не менее, вот насколько это вообще интересно и распространено, когда вследствие миграции возникает вот такой вот исторический резервуар языковой? Ну, считается, что это такое должно быть распространенное явление. Я сейчас говорю о таких, о том, что изучает социолингвистика, лингвистика, то есть вот это направление лингвистики. И, конечно, есть и понятие вариант языка, диаспорный вариант, язык диаспоры. Почему возникают эти понятия? Потому что действительно обнаружили, что при длительном бытовании какого-то языка за пределами своей основной территории, она называется метрополией, образуются вот такие особенности. Они могут быть и в фонетике, в произношении, в лексике, в употреблении слов, которые позволяют говорить о том, что перед нами как бы, ну, как бы вот такой остров, да, несколько существующий сепаратно. И тут разные термины. Не хотелось бы здесь в передаче, в терминологию, так сказать, включаться. Но то, что сама такая проблема и такое явление есть, и в том числе мы говорим, например, русский язык метрополии, то есть Россия и русский язык Латвии. Его особенности формировались несколько столетий, и они отражены. Например, если мы берем период Первой Латвийской республики, и посмотрим на язык русскоязычной публицистики, например, той же газеты «Сегодня», это резко отличается от языка, от русского языка публицистики советской России 20-30-х годов, и по употреблению слов, и даже по конструкциям. И есть наблюдения здесь, так что это... Нормально. Да. Спасибо большое. Вот, к сожалению, времени у нас больше не остается. Профессор Латвийского университета, заведующий отделением руссистики и словистики факультета гуманитарных наук ЛУ Игорь Сергеевич Кошкин был у нас сегодня в Утре.